мы сейчас поедем на айпетре ласточкино гнездо слушайте ну я не ожидал что крым вот такой ну что друзья доброе утро мы начинаем свой новый день в ялте мы хотим сейчас прогуляться не по самой ялте хотя погода и утро всему это располагает мы сейчас поедем на айпетре мы давно хотели туда съездить присмотрели сейчас едем на айпетре потом наш план ласточкино гнездо и вернемся в ялту и скорее всего здесь проведем еще одну ночь и тогда покажем вам этот город но друзья едем уже по дороге на айпетре мы так подразумеваем что мы попадем вот такое же облако как он там если видите да но тем не менее решили не отменять поездку свою а все-таки отправиться в горы мы поднимаемся по горной такой дороге пустынный никого нет есть один нюанс в начале дороги стоял знак что айпетре закрыта смотрели в интернете вроде была закрыта из-за сильного снегопада еще 19 числа а как будет сейчас мы не знаем поэтому едем едем приедем значит открыто нет значит что можем то увидим в общем двигаемся по горной дороге по дороге мы решили заехать на водопад называется у чансу как видите да здесь совсем буквально рядом вот от дороги мы здесь вернули и здесь совсем немножко надо прогуляться пройтись вот а люди ходят сто метров и мы на водопаде что это огромный да вот это водопад съемка скорей бегом это красота и там орел наверху тоже стоит на эту камеру-то не заснялись так мы с вами на водопаде у чалсу продолжаем подъем в гору айпетре дорогу немножко со льдом там наш знак стоял что дальше ехать желательно только тем у кого автомобили повышенной проходимости но мы будем считаться таковыми я представляю к загружена здесь летом дорог когда люди все хотят попасть на эту гору если вы были можете писать в комментариях как вам она мы не знаю сейчас доберемся до самого верха или нет но точно где-то наверно что-то посмотрим ну по крайней мере водопад уже галочку поставили да вот так вот бегаешь чтобы снять такие кадры как мы едем вот так ехали ехали и резко начался снег то есть лежать да то есть снег снега не было не было там даже такой резкий переход даже плавного не было и везде уже лесу снег ну маленький слой сантиметров пять но тем не менее он есть дорога так понимаю будет открыта потому что внизу было написано что открыто только до водопада дальше дороги нет там стоял шлагбаум на шлагбаум был открытый поэтому так понимаю дальше мы должны спокойно проехать но посмотрим какая будет дорога ой тут лед ребята все камеру убираю справился друзья справился даже с камерой дорога такая немного напряженная потому что лед везде и выходишь ногами вообще скользишь поэтому аккуратно приходится на 1 2 передачи очень хорошо что у нас механика механика конечно по таким дорогам горным гораздо лучше ездить чем на автомате как вы думаете какое ограничение скорости здесь 90 представляете 90 не ставишь как надо ехать это просто прикол конечно мы заехали на первую обзорную площадку блин как красиво смотрите просто деревья вы не прям просто красота и 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 Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Продолжаем свое восхождение автомобильное на гору Ай-Петри Ничего уже не видать, смотрите, друзья Мы уже прямо в облаке конкретном Но нам осталось совсем чуть-чуть, буквально два поворота И мы на самой вершине Ну что, друзья, думаю, это наша будет крайняя точка Мы поднялись на гору Ай-Петри Дальше канатная дорога, но там, говорят, все уже переметено И смысла туда нет, все равно она не работает Поэтому вот в таком лесу гора Ай-Петри Мы все-таки это сделали, покорили Ну что, друзья, мы тогда отправляемся в кафе Сейчас самое то перекусить, попить горячего чайку И дальше начинаем наш долгий спуск Потому что подниматься было, конечно, немного легче Спускаться по гололеду будет чуть тяжелее Но ничего страшного Потихоньку-потихоньку спустимся И наш план следующий Это ласточки на гнездо Ну и к вечеру мы опять вернемся в Ялту Хотим погулять, походить, посмотреть ее пешеходную Поэтому смотрите наш выпуск дальше Кто не подписан на мой канал, обязательно подпишитесь Вас ждут много интересных других выпусков Кафе В общем, у нас пустота Нам приятного аппетита, вам тоже Если вы захотели прямо сейчас поесть Обязательно это сделайте Как обычно, мы не обошлись без приключений Что у нас произошло с Лысой? Сначала папа взлетел в облаках Сначала я папе сказала, что ты можешь снять в облаках Папа сказал, что нет Потом в облаках как-то сам туда полетел В общем, у нас дрон взлетел, замерз в облаках Он себя почувствовал неважно И начал дурить В общем, мы его чуть не потеряли И он начал уже сам потом на посадку Непонятно в ком месте садиться И Надя окончательно его успела поймать Когда он выключил батарею Буквально на высоте 10 метров Вот Поранила палец Наде Но Надя героически спасла дрон Вместе с нашими детьми Похлопаем! Ну а мы с вами двигаем дальше И по пути у нас Ласточкино гнездо Ласточки на гнездо я, наверное, там не было Там Тут примерно там птицки прилетают Это может от ласточки летать? Ну это такое название Это название парка Наверное, там ласточек нет Или есть, я не знаю А там не было Жалко, что сегодня не солнечная погода Мы вчера ехали Надеялись, что будет солнце Но, к сожалению, нет Но, как говорится, хорошо, что нет дождя Поэтому сейчас поедем Нам буквально осталось ехать 15 минут И покажем вам виды там Кстати, Ласточкино гнездо от Ялты совсем близко То есть Ну, рядышком совершенно То есть от езды минут 20, не больше Поэтому сейчас просто с Айпетры спускаем все чуть дольше А так Достаточно все близко Поэтому, находясь в Ялте Ну, или в Алубке Где-то в таких местах Да, ласточки гнезда, в принципе, рукой подать Ну, конечно Вот такой факт Что, например, вы все смотрите нас Если кого-то нету Это обидно Ну, не очень-то обидно Если кто-то не смотрит Тогда не смотрите просто нас Друзья, в общем, не так все просто С этим ласточкиным гнездом, чтобы добраться Мы здесь постояли на обзорной площадке Поехали вниз по навигатору Начали заворачивать Он говорит, извините, здесь проезд закрыт Мы вышли, поставили машину Пошли пешком Там стоит пансионат или санаторий Днепр В общем, туда не зайти Я говорю, куда идти? Говорит, идите наверх, там пройдете по лесенкам В общем, мы поднялись наверх Здесь какая-то лесенка Написано ласточкино гнездо Стрелочка Я говорю, здесь, говорит, нет В итоге Вот у нас ласточкино гнездо Там подъезда нет Здесь подъезда нет Вон там кафе Надо туда подойти к кафе И вниз, вон там по ступенькам И вот так вот подняться только В общем, навигаторам здесь верить Получается в этом моменте не надо Делаем вот так А теперь два грузчика И поехали Специальные персональные носильщики Есении Видим Есения, ну как тебе? Как тебе нравится экскурсия Ласточкино гнездо? Скажу, это просто шикарный Шикарный заезд У меня был одной трансфер персональный До Ласточкино гнезда 800 ступенек на самом деле Мы все ближе и ближе Не, вот кстати Издалека смотрится так себе Честно вам скажу Вот на той обзорной площадке А вот здесь он смотрится Контур не да Контур так прорисован на скале Здесь видно, что он на скале прям такой висит Ну и конечно вот это вот море Вид скалы добавляет конечно антуража Если это убрать будет совсем по-другому Поэтому если посещать Это место то точно вблизи Точно вблизи Однозначно В общем шли-шли-шли И пришли Хотя у них режим написано Что они работают до 19 часов Аааа С ноября по мая до 16 В общем имейте это ввиду Что если вы будете в это время Что до 4 часов только все работает Но ничего страшного Мы посмотрели его снаружи В общем нам этого вида в принципе достаточно Но я считаю тот вид самый классный Возвращаемся в Ялту Исследовать сам город Городские пейзажи Улочки Хотим погулять именно по городу По хаяни Так мы вроде успеваем Мы приехали на центральный рынок Сейчас купим фруктиков Посмотрим что есть Да ну что-то закрылось Но мы посмотрим все равно Молоко Колбаса Собака К сожалению мы пришли Наверное поздно на самом деле я не увидел ничего кроме мяса Наверное сейчас может не такой сезон На современный рынок Это же какой супермаркет Ну к сожалению мы не встретили что-то такого изысканного Рыб вообще не увидели Наверное поздно уже приехали Рынок мы сменили на новый рынок Это называется супермаркет Поэтому прямо сейчас мы пойдем Дети не сюда Дальше маленько Поэтому сейчас мы пойдем в супермаркет Там наверняка все найдем Вообще знаете такая мысль есть Я никогда не понимаю когда на рынке продаются продукты Продукты да И там Они такие же как в магазине Только о цене дороже Вообще-то не понимаю Какой смысл Ну то есть как бы смысл может понятно для продавца Но с точки зрения рынка я не понимаю Там те же самые марки бренда Молока или сыра Или еще чего-то Но они стоят дороже типа на рынке Тогда уж нужно какие-то местного производителя выбирать Да или еще что-то И вот это конечно я в рынке не всегда понимаю Поэтому выбираю супермаркет Потому что будет все то же самое Но по разумным ценам Вот так Поэтому мы с вами идем в супермаркет Так ну что у нас тут по ценам Цены как и у нас собственно Ну что наверное там все мои уже что-нибудь выбрали Ну вот мы заселяемся сегодня в Ялте Но в самом ее центре У нас адрес Екнатенко 7 Вот здесь совсем рядом позади нас набережная Ялтинская Поэтому мы решили что мы завтра лучше пойдем погуляем Просто сегодня уже ночь Особо мы вам ничего не покажем ночью А днем уже можно будет хорошо пройтись Прогуляться и посмотреть уже при солнечном свете Так что сейчас размещаемся Ожидаем хозяйку квартиры Мы опять сняли квартиру Еще такой момент пока мы ждем хозяйку Отмечу Очень часто везде пишут про воду Что нет воды С водой проблема Вот мы везде где ехали Сейчас мы в Ялте были В Севастополе Были соответственно Балаклаве Везде нигде нету проблемы с водой как таковой То есть сейчас везде есть вода Все нормально Никто не жалуется Она есть в продаже Она есть везде Так что проблемы с этим нет Возможно летом когда жара С этим какие-то есть вопросы Но сейчас с этим вопросов точно нет Мы заселились Сделаем краткий обзор нахожилища Коридор Наша гостиная Вот такая Светлая большая Правда все окна здесь выходят в коридор Во дворе А как таковых прям окон больших здесь нет Тепло нормально Вполне Пол чуть-чуть кажется прохладным Здесь у нас Санузел Душевая Ну как видите холодильник Все что нужно Здесь большой стол И еще одна комната Спальня Здесь она отдельная Это все один номер И вот еще вот такая Спальня Кровать Надя Здесь Сесенний Шкаф Ну в общем все постельные Принадлежности Все что нужно Есть С самого утра пойдем на набережную Подписывайтесь Обязательно Не забывайте А не забывайте Что я занимаюсь Турами по подписке Это абсолютно новый формат Оформление туров Без комиссий Турагентства Всегда Поэтому обязательно Переходите Посмотрите Подписывайтесь Ну а мы с вами увидимся В следующих видео С вами был Павел Георгиев Компания Георгиев Трайл Пока Субтитры сделал DimaTorzok